22 ноября 2024 год. Доброе утро. Дописываю вчерашнюю запись. В комментариях спрашивают, чего ты ничего не сказал про Орешников. То есть про то, что россияне запустили свою экспериментальную ракету по Днепру. Во-первых, я на тот момент этого не знал. В общем-то даже жалею о том, что не знал, потому что, конечно, обсудить есть что. Я посмотрел даже чуть-чуть частично выступление этой пляшевой моли. Ребята, ну вы выстрелили даже... А с чего вы вдруг не по Киеву, не по центру придете решение, что избанули этой ракетой своей супер? Не от того ли, что вы боялись, что ее просто снесут нафиг там патриотами американскими? Это будет такая стыдобища, что ваша новейшая экспериментальная ракета была сбита старым дряхлым, блин, американским вооружением. Ну, я когда посмотрел Путина, сидит, блин, старый пляшевый гном, блин, молята, блин, с выцепившими глазами, господи, 70... Сколько там ему? 74 ему года, блин. Старик, пославший на убой сотни тысяч своих людей, убивший сотни тысяч украинцев. Ну, по его приказу, конечно. Что тут комментировать, я не понимаю. Вы по нам этими ракетами уже, которые, ну, носители ядерного оружия, в огромном количестве стрелять. Все эти, там, кинжалы, там, Х-101, все это лабуда. В чем разница? То, что это гиперзвуковая, ну, и раньше были гиперзвуковые. Ребята, у вас уже нету, то есть, у вас некуда эскалировать, потому что эскалатор у вас закончился, понимаете? У вас уже ступеньками зажевывает эскалатор. У вас сейчас, ну, просто единственный вариант, это ядерным оружием начать пулять. То есть, у меня, у меня, опять же, я вчера афоризм вспоминал, сегодня опять свой афоризм вспомнил. Русский мир, это когда россияне убивают украинцев на Донбассе, чтобы победить американцев. Ну, я это писал еще когда АТО было, да? Сейчас уже не только на Донбассе убивают россияне. То есть, вы что думаете? Ну, вот сейчас вы шибанете. Это вот, у Путина была эта книга, да, когда он говорил о том, что на него впечатление произвело, как он крысу в угол загнал, а на него взяла и вкинулась. Так сейчас это ситуация, когда Путин, какая-то крыса, загнанная в угол, сидит и орет из этого угла. Я сейчас кинусь, я сейчас кинусь. А когда там мне начинают что-то, блин, просто на нее, ну, не свертают уваги, ну, будем по-украински говорить, ну, не обращают на нее внимание, ржут просто. Вчера после этого удара подскочили там фондовые рынки в Америке. То есть, ну, то есть, как бы всем насрать на твои ядерные угрозы. То есть, что ты сделаешь? Ты сейчас возьмешь и разбомбишь Киев атомной бомбой? Ну, вот и что американцам от этого? Или там европейцам? То есть, чем ты угрожаешь? Тем, что ты уничтожишь Харьков атомной бомбой, Львов атомной бомбой. Ну, то есть, а Америке до этого, какое дело? То есть, чем ты их напугать пытаешься? То есть, ты сейчас орешь на Америку, ты Путин, Россия там. Смотрите, смотрите, я сумасшедший. Я сейчас как долбану по один самому, вы же там не особо, блин. Бледная, пляшивая моль, блин. Презрение, блин, я не знаю. Просто, ну, это просто даже, на это уже даже, смотрите, испанский стыд какой-то. А по экономике, ребята, 2 триллиона рублей сейчас выбрасывает это на Биулина. Там через такие сложные схемы, то есть, и нельзя финансировать военные расходы. То есть, они же там с этим Чемизов, Чемизов, который производит вооружение, говорит, давайте нам, понижайте ставку, чтобы нам было, ну, это приведет, конечно, к гиперинфляции. А на Биулина говорит, а нет, не надо, пускай лучше будет стахфляция. То есть, не будет развития экономики, но инфляция будет не галлопирующая. То есть, какой они нашли выход? Они нашли выход, то есть, сейчас будут давать, короче, сейчас будут деньги выдавать только, центральный банк будет выдавать только производством, вот этим финансированием на войну. То есть, будет инфляция повышаться, то есть, они не нашим, не вашим так, получается, будут делать. Но 2 триллиона рублей уже там в этом году, в следующем году, значит, Центробанк сам целенаправленно будет загонять для того, чтобы поддерживать военное производство в России. Это не поможет ни хрена. Ну, то есть, сразу скажем, то есть, все равно инфляция будет расти. Что такое, говорит, банки России? А, это еще что-то Биулина мне понравилось высказать по поводу того, что зачем вот это сейчас поднимают разговоры о том, что будут замораживать. 50 с чем-то триллионов на вкладах у россиян лежит, там, денежки не сохранили. Как в Советском Союзе у нас были сохранены денежки. Говорит, и Набиулина, говорит, Центробанковская, это зачем вот это вот начинается разговор о том, что заморозят вклады и не будут выдавать россиянам, типа, эти деньги. А пусть от их там на войну. Ну, это я уже добавляю. То есть, такого не будет, мы такое даже не обсуждаем. Когда будет понижаться ставка, мы будем управляемые, то будем ставку понижать и вклад будет управляемого выдаваться. А тебе не кажется, Набиулина, говорит, что одно противоречит другому. То есть, ты хочешь сказать, что начнет понижаться люди, захотят где и 57 триллионов забрать себе назад, там, купить себе какие-то, потому что понимаешь, что они сгорят иначе. То есть, и ты хочешь их забрать, а тут у тебя управляемая только выдача. Вы помните, при Павлове, по-моему, было при Горбачеву, что 500 рублей тебе только дают, советских, а дальше уже не дают, это уже не твое. Набиулина, говорит, что в авторитетной среде, в профессиональной среде даже не ведутся разговоры об этом. Да, может и не ведутся, но в 22 году ты без всяких разговоров профессиональных взяла и ввела такие ограничения на валютную выдачу, да? То есть, вот столько-то получаете валют, а дальше не получаете. Так что заморозят ваши вклады россияне и пустят их куда им надо, там, на танки, на ракеты в сторону Украины и так далее. Блин, ребят, что первый день замужем, что ли, блин? Не знаете, как Россия себя? Все буду Украиной, не переймайтесь. У нас, говорит, растут банковские эти самые, доходы банков. Конечно, в юане, блин, нафиг, по низкой ставке, по дешевой цене продали банкам, они это продали там населению там всяким этим самым, и теперь это получилось, то есть, за счет прибыли от продажи юаней получили себе доход. Вот банки у нас в доходах, ну, то есть, у нас, у россиян. Отличный ход, блин. Давайте дальше так делать. Сейчас вот это, с Трампом еще там начнется то, что юани, то есть, Трамп говорит, я 60% ввожу пошлины, прихожу к власти на весь китайский товар. Что сделает Китай? Китай, блин, нафиг, обесценит свой юань, ну, чтобы больше продавать, да, чтобы там меньше издержки были у производителей. А в чем у нас, у россиян, у нас, у россиян взяли золотовалютные резервы в золоте, в чистом и в юанях. То есть, все вот это, что сейчас лежит на золотовалютных резервах, вся эта кубышка российская, она, блин, в половину укакашится. Все будет нормально, не переймайтесь, все будет Украина. Пока на месте. Пока.